Девушки отдыхают В голобое Генри контролировал ход поединка и периодически доставал соперника точными ударами. Магдалена был не так активен и его атаки не причиняли заметного ущерба чемпиону. В девятом раунде после очередного пропущенного удара от маски претендент оказался на конвасе и не поднялся до завершения отсчета. Рефери зафиксировал досрочную победу чемпиона. 26 марта 2005 года в корпус Кристи, штат Техас, США, бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF американец Фернандо Варгас провел рейтинговый поединок в рамках второго среднего веса. Его соперником стал голландец Реймонд Джавал. Варгас значительную часть поединка боксировал в несвойственной ранее для себя манере, работая от защиты на контратаках. Джавал действовал первым номером и прессинговал Варгаса, но его атаки редко были точны и результативны. По завершению финального раунда судьи единогласным решением отдали победу Фернандо Варгасу. 26 марта 2011 года в Екатеринбурге, Россия, чемпион мира в среднем весе по версии WBO, россиянин Дмитрий Пирог провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал аргентинец Хавиер Масиэль. Поединок прошел с превосходством чемпиона. Пирог был очень хорош в атаке и заметно точнее своего противника. Масиэль действовал однообразно и толком не мог попасть в россиянина. Поэтому победа Дмитрия Пирога единогласным решением судей оказалась закономерной и неоспоримой. 26 марта 2011 года в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super World, кубинец Юриор Кисгамбоа провел очередную защиту принадлежавшего ему титула. На кону также стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Его соперником стал мексиканец Хорхе Солес. Чемпион доминировал на протяжении всего поединка. Солес дважды побывал в нокдауне во втором раунде, один раз в третьем и еще два раза в четвертом, после чего бой был остановлен. Рефери зафиксировал досрочную победу Юриор Киса Гамбоа, но титул IBF стоял на кону только для Солеса, так как Гамбоа проигнорировал предварительное взвешивание и, согласно правилам этой версии, уже не мог претендовать на мировой титул.